18 ноября 2021 года Образовательный фонд «Талант и успех», Научно-технологический университет «Сириус» и Федеральный институт промышленной собственности заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония подписания состоялась в рамках круглого стола Международного форума «Два дня патентной аналитики». Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями. Об этом и о том, на что направлено это соглашение, в студии программы «Подробно» расскажет директор ФИПС Олег Неретин. Олег Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще такое патентная аналитика. В мире существует очень много различной информации. Вообще, можно сказать, что сейчас мир глобальной информации. И особое место занимает в этом вообще информационном объеме как раз патентная информация. То есть, это патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, которые когда-либо защищены были, получены в мире. Неважно, действуют они до сих пор или не действуют. И это примерно 153 миллиона единиц хранения, так скажем, вот такой информации. Вообще, на каждый год добавляется примерно 3,5 миллиона патентов вот в эту такую глобальную базу. Поэтому оценить, насколько развита та или иная технология, проще всего исследуя именно вот этот вот информационный поток, вот эту патентную информацию. Тем более, что вообще 80% всей научно-технической информации заключено именно в патентах. По какому принципу делается выбор того, кто получит этот патент, а кто нет? В каждой стране существует свое патентное ведомство, которое занимается как раз экспертизой заявок на изобретение, полезные модели или промышленные образцы, собственно, то, что подпадает под патентное право. Существует даже Всемирная организация по интеллектуальной собственности, которая находится в Женеве. Это ООНовская организация, которая, так скажем, производит международное регулирование вот этих процессов, связанных с интеллектуальной собственностью. Существует несколько международных договоров в рамках ВАИС, Всемирной организации по интеллектуальной собственности, которая позволяет странам достаточно гармонично, взаимно управлять и охранять интеллектуальную собственность. Это договор о международной патентной кооперации, там 153 страны участвуют, договор о кооперации в отношении товарных знаков, так называемое Мадридское соглашение, в отношении географических указаний, промышленных образцов. Вообще управление интеллектуальной собственностью в достаточной степени в мире гармонизировано. Может быть, это даже стоит сравнить с правилами дорожного движения. В принципе, человек, если имеет права на управление автомобилем, он и в другой стране справится, потому что правила в основном одинаковые. Есть какие-то нюансы, но человек в праве управлять транспортом. В какой-то степени гармонизация законодательства и отношений в интеллектуальной собственности таким же образом гармонизирована в высокой степени. Когда мы говорим об экспертизе заявок на изобретение, вообще все, что подпадает под патентное право, то наши эксперты, а у нас в институте почти 800 человек, экспертов по интеллектуальной собственности, они каждую заявку, которую подают в России на регистрацию объекта в интеллектуальной собственности, не только изобретение, есть еще и товарные знаки, каждая заявка проходит экспертизу, и эксперт, работая с заявкой на изобретение, оценивает ее по четырем критериям основным. Это новизна, то есть он смотрит, что ничего до момента подачи заявки подобного не было изобретено и известно уже. То есть исследуется в первую очередь весь массив патентов, мировой, не только российский, так называемый критерий новизны, чтобы это было новое. Оцениваются научные публикации, учебники, вообще вся доступная литература и источники все, которые имеют общий доступ и исследуются для того, чтобы понять, это новая идея или не новая идея. Это основной, можно сказать, критерий. Есть еще критерии промышленной применимости, чтобы, как минимум, это не противоречило законам физики. Есть изобретательский уровень, чтобы это не было компиляцией из ранее известных идей. Есть еще так называемая глубина раскрытия или уровень раскрытия, то есть патент, формула изобретения должна быть написана таким образом, чтобы тот, кто после опубликования, тот, кто взялся бы реализовывать это устройство либо применять способ, который запатентован, смог бы сделать так, как написано в формуле изобретения и получить результат, заявленный в этом изобретении. То есть заявитель не должен в данном случае уже ничего скрывать, каких-то секретов скрывать, если он подает свою идею на патентование. То есть получается, это такая мощная исследовательская работа, которая проводится? Безусловно, каждая экспертиза заявки — это небольшое научное исследование. Более того, наши эксперты по интеллектуальной собственности, они и имеют статус научного работника. Ну вот накануне в Сириусе как раз открылся международный форум «Два дня патентной аналитики». Какие вопросы на нем рассматривают и какие соглашения были подписаны? Как я уже сказал, для того, чтобы оценить уровень развития той или иной технологии, перспективы развития той или иной технологии или процесса, необходимо всю эту информацию каким-то образом вообще проанализировать, каким-то образом сублимировать и выдать результат, который позволил бы использовать вот эту аналитику в стратегическом планировании развития как отрасли, так и отдельной организации, корпорации, процесса. Патентная аналитика занимает и должна занимать ключевую роль в процессе стратегического планирования и научных исследований, и технологических процессов, и вообще все, что связано с наукой и технологиями. Сам процесс создания аналитического такого продукта — это действительно очень глубокое научное исследование. Федеральный институт промышленной собственности занимается этим пять лет. Без всякого сомнения, мы являемся лидером в этом вопросе по патентной аналитике. Мы имеем международное признание, в том числе сертификат Всемирной организации по интеллектуальной собственности на право проведения таких патентных исследований уровня Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Вот этот форум мы проводим сегодня в Сириусе. Надо сказать, что это в России первый профессиональный форум по патентной аналитике, а в таком формате, как мы сейчас проводим, вообще первый в мире по патентной аналитике, потому что накладывает свой отпечаток этот процесс, который нам мешает всем жить, связанно с пандемией. К нам подключились ведущие патентные аналитики из других стран, из Японии, Сингапура, Австралии, которые участвуют в обсуждении таких процессов. На вот этой международной секции предложили создать единую международную платформу, я бы сказал, такой конституционный комитет по патентной аналитике, который как минимум раз в год бы обсуждал проблемы, которые у нас есть в этих процессах. Более того, мы проводили круглый стол совместно с руководителем федеральной территории Сириус Дмитрием Сергеевичем Плишкиным, совместно с руководителем фонда талант и успеха Еленой Владимировичем Шмелевой и ректором университета Сириус Максимом Валерьевичем Федоровым, где подписали несколько соглашений. Соглашения направлены были на интеграцию усилий по образовательной деятельности, на совместную деятельность вместе с федеральной территорией вообще по защите и регулированию управлением интеллектуальной собственности и в том числе тройственное соглашение по открытию представительства Федерального института промышленной собственности в Сириусе. Чем будет заниматься институт? Зачем мы открываем такое представительство? Вообще у нас большая работа ведется с различными регионами. Наиболее заметная, наверное, по своей сути у нас работа с Новосибирской области. Сейчас мы в Новосибирске вообще имеем филиал. У нас сегодня два филиала. Один в Новосибирске, один в Свердловской области. Сколько вообще всего филиалов? Получается это третий филиал? Это представительство. Структурное подразделение института. Это будет наше третье удаленное структурное подразделение. Каждое обособленное подразделение имеет какую-то цель. В Новосибирске это использование научного потенциала Сибири и Российского отделения Российской академии наук. Есть квалифицированные кадры. И там мы также проводим экспертизу объекта в интеллектуальной собственности. Наше представительство в Сириусе преследует несколько иную цель. Я правильно понимаю, что все зависит от региона? То есть, что там больше развито, то соответственно и направление от этого и зависит. Ну, конечно, да, каким-то образом вы правы, но и в том числе это должно отличать задачам, которые стоят перед институтом в нашей работе и задачами, которые стоят в стране по развитию вообще сферы интеллектуальной собственности. Надо сказать, что мы все, и в данном случае вы тоже, поскольку мы говорим на эту тему, вообще занимаемся поддержанием интеллектуального суверенитета России. Потому что это действительно тот самый инструмент, который может сделать конкурентоспособным страну, конкурентоспособным нашей отрасли и каждого человека. Потому что идеи — это всегда продукт человеческого мышления. Структура экономики ведущих стран и ведущих компаний, капитализация ведущих компаний, она сейчас состоит в основном из капитализации именно интеллектуальной собственности. В этом году Всемирная организация по интеллектуальной собственности делала свой среднесрочный перспективный план. И они давали оценку, допустим, по индексу S&P 500. Это 500 ведущих технологических компаний мира. Называется так индекс S&P 500. Так вот, они давали оценку, что 90% капитализации этих 500 компаний как раз это интеллектуальная собственность. Для России это звучит несколько фантастически, но это так. И мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы наши идеи были нашим капиталом реально, а не просто «мы такие умные, мы много знаем». Это должно превратиться действительно в собственность. Заметьте, что в слове «интеллектуальная собственность» есть слово «собственность», которое имеет те же самые свойства, как и любой материальный объект. То есть, ее можно продать, получить кредит под собственность, так же, как под любую другую. И как и любую другую собственность, ее нужно защищать и охранять. А Россия вообще на мировом, скажем так, уровне какое-то место занимает? Россия на мировом уровне занимает... Апатент. Да, с одной стороны, мы не входим сейчас в пятерку ведущих стран, так называемые IP5, то есть пять ведущих стран по интеллектуальной собственности. Но у нас есть задача, безусловно, приближаться к этим странам. Первое место занимает Китай, они получают полтора миллиона заявок на изобретение в год. Это очень большая цифра. В США более 600 тысяч, а мы получаем в год 35 тысяч заявок на изобретение. В общем, нам есть куда стремиться. Да, вы знаете, нам есть куда стремиться. Более того, мы должны стремиться к тому, чтобы вернуть себе первое место. Потому что Советский Союз занимал первое место по этому показателю. Ну, в силу разных обстоятельств, которые мы все с вами знаем и иногда обсуждаем. Да, да. И в этом случае мы потеряли лидерство. Но нам нужно все равно завоевывать это лидерство, может быть, вновь. И завоевывать не просто вот таким количественным способом, но и качественно. В том числе через вот такие средства патентной аналитики. Все наши работы, Роспатента и ФИПСа, они признаются в мире и отмечены не просто какими-то там словами. Российское патентное ведомство является так называемым международным поисковым органом. То есть, ну, попроще, чтобы сказать, ту работу, которую делают наши эксперты, признается во всем мире до такой степени, что другие ведомства патентные заказывают у нас работу по экспертизе своих заявок. Ну, я так вот очень упрощенно скажу. То есть, доверяя нашему уровню и нашим компетенциям вот до такой степени. Таких поисковых органов чуть более 20 в мире, в том числе и российское патентное ведомство обладает таким статусом. Безусловно, мы говорим о том, что проводя такие конференции, проводя такие интервью, мы должны поднимать культуру работы с интеллектуальной собственностью, которая сейчас находится не на очень высоком уровне, но, тем не менее, этот рост заметен. Когда мы говорим про наше представительство в Сириусе, и на ваш вопрос, почему именно в Сириусе, я вам расскажу такую историю, что когда работают какие-то проектные площадки, не всегда сами разработчики понимают, что им нужно обязательно запатентовать, что нужно обязательно охранять, как подойти к такой охране. Потому что очень часто бывает мало получить всего один патент, их нужно и на устройство, и на способ. То есть, там целая стратегия есть патентования. И вот в этом случае хорошо бы, чтобы на этих площадках проектных присутствовал специалист именно в этих вопросах. Это не наше изобретение, так работает австрийское патентное ведомство, когда отправляет своих экспертов на площадки стартапов, где у них инкубатор, и так далее. Так работает и поонское патентное ведомство, и еще другие. Наше представительство, которое здесь мы запускаем, оно как раз в первую очередь будет заниматься этими вопросами. Поскольку на территории Сириус и университета, и НТЦ Сириус, есть вот эти проекты, площадки как студенческих, так и резидентов научно-технологического центра Сириус, то на этих площадках смогут работать очень гибко наши эксперты, которые будут просто приезжать и работать вот таким вот форсайтом несколько дней с разработчиками и подсказывать им, что вам вот это решение имеет смысл запатентовать. Я как раз хотела спросить, а что касается Краснодарского края, вообще какова здесь активность изобретателей? С одной стороны, мы отмечаем, что Краснодарский край у нас находится на четвертом месте в России по заявкам на объект интеллектуальной собственности. Первые три места традиционно занимает Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Вообще по всем вопросам, в основном, связанных с интеллектуальной собственностью. Вот Краснодарский край на четвертом месте, но это не должно так особо радовать в отношении изобретений, потому что четвертое место это по всем объектам, включая товарные знаки. А по товарным знакам действительно Краснодар подает более двух тысяч заявок в год, это очень высокий показатель. А вот по изобретениям, хотя и количество изобретений, оно в общем-то такое нормальное, так скажем, но у нас есть такой показатель, как изобретательская активность, которая считается количеством изобретений на 10 тысяч населения. И общероссийские показатели сейчас 1,62. Так вот, в Краснодарском крае ровно пополам, 0,81. Даже в Южном федеральном округе Краснодарский край занимает только четвертое место по изобретательской активности. И наша работа на территории субъекта, но мы считаем, что это, несмотря на то, что Сириус отдельная федеральная территория, субъекта, в любом случае эффект от нашего присутствия, он, конечно, распространяется на всю Кубань по этому форуму. Вот такая наша работа, в том числе, будет способствовать поднятию изобретательской активности и более эффективному управлению интеллектуальной собственностью во всем регионе. А можете привести какие-то примеры каких-то, может быть, очень интересных изобретений, которые были выпущены и запатентованы в Краснодарском крае? Мы ведем такую для себя подборку изобретений, которые, на наш взгляд, имеют такой потенциал и вообще интересный, так скажем. Мы для себя отметили, что есть изобретение, которое запатентовало Аграрный университет имени Трубилина. Это способ получения пищевого красителя из винограда. Мы видим, что там действительно такое хорошее изобретение с точки зрения того, что это натуральная пищевая добавка, ну не добавка, но краситель, это в любом случае какая-то добавка в продукт, но вот такого натурального характера. Есть действительно хорошее изобретение Кубанского государственного университета как средство защиты, средство дезинфекции строительных материалов. Это тоже, на наш взгляд, хорошее такое изобретение. Есть изобретение, которое мы для себя отметили. Это способ производства биодизельного топлива на основе рапсового масла. Запатентовал это также Аграрный университет имени Трубилина. Это способ маскирования структуры сети связи. То есть, когда можно управлять именно связными процессами в структуре связи. Краснодарское высшее военное училище Мештеменко. Это их изобретение. Еще изобретение, которое мы также для себя отметили, это способ изготовления композитного водородного электрода, который можно использовать во всех экологически чистых процессах, которые мы сейчас все бьемся за зеленую энергетику. Это композитный электрод, который покрыт наночастицами палладии, который позволяет получить высокую эффективность работы при получении водорода. Олег Петрович, большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам большое. А я напомню, в нашей студии был директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова